...информирование как родительской общественности, так и детей подростков. Безопасная мобильность – новый социальный раунд, стартовавший на территории Московской области с 26 апреля по 30 мая. В ходе данного проекта во всех муниципалитетах реализовывается комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей современных средств передвижения. Ежегодно с наступлением весенне-летнего сезона обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта. Как правило, несовершеннолетние начинают использовать велосипеды и мототранспорт, не дожидаясь наступления благоприятных погодных условий и передвигаются по дорогам общего пользования, зачастую пренебрегая используемыми средствами защиты, такими как шлем, перчатки. В 2020 году на территории Московской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта, в результате которых два ребенка погибли и 49 получили телесные повреждения. Из общего числа наездов на юных велосипедистов привели нарушение правил дорожного движения с их стороны. Участниками ДТП стали семь подростков в возрасте от 14 до 15 лет, которые не имели права выезжать на дороги общего пользования. Остальные 24 получили такую возможность с разрешения родителей или законных представителей. Из всего количества только один несовершеннолетний велосипедист использовал велошлем. Один из главных инструментов социального раунда – серия тематических продуктов, которую получит широкое информационное распространение. Сегодня в круглом столе участие приняли и сотрудники 2-го батальона 1-го полка ДПС «Северный», руководители автошкол, которые обсудили задачи социального раунда и познакомились с информационной продукцией, которую будут распространять среди населения все это время. В последнее время у подрастающего поколения набирает популярность новые электрические средства передвижения. К таковым относятся сигвеи, электросамокаты, электроскейты, моноколеса, гироскутеры и тому подобное. Их пользователи в российском законодательстве не имеют правового статуса, а правила дорожного движения на них в населенных пунктах и за пределами отсутствуют. В результате пользователи данных транспортных средств, многие из которых способны развивать высокую скорость и являются источником повышенной опасности для окружающих, передвигаются по проезжей части дороги, тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. По всему миру рынок средств индивидуальной мобильности быстро развивается. Их реализация превышает годовые продажи мотоциклов и мопедов, а масштаб их использования охватывает многие слои населения. В том числе самое выязвимое – это несовершеннолетние. Организаторы раунда отмечают, что сейчас крайне важно активизировать деятельность по информированию населения, детей и подростков, и, конечно же, родителей. Ведь опасный подарок может стать роковой ошибкой.